Мастер спорта 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 за титулы победителей юниорского перенеса республики. В числе тех, кому удалось подтвердить завоеванный годом ранний титул, была мастер спорта страны Екатерина Михайлова, спортсменка в синем трико. Серебряному призеру перенеса мира 2017 года хватило 86 секунд, чтобы одержать в финале категории до 50 килограммов убедительную победу над представительницей Канарского района Аленой Игнатьевой. Я здесь на соревнованиях участвую, чтобы посмотреть, на что я способна, что я могу поработать над ошибками, и чтобы поднять статус Чувашской республики. Первой спортсменку с победой и очередным титулом поздравили дедушка и бабушка. И как оказалось, спорт в крови у старших Михайлов. Валерий Петрович в молодости занимался самбо, так что выбор внучки только приветствует. Тем более, есть успехи. Мы с детства хотели, чтобы она занималась спортом. В 4 года она начала заниматься спортивной гимнастикой. Там почти 6 лет занималась в училище Олимпийского резерва. Ну, потом более случаи. Там Семенов Владимир Михайлович тоже, значит, на этом приложил силы. Даже год не занимался, ее выставили на первенство России. И тут, там сразу первое место. Не первое место. Серебро завоевала. А там уже 5 лет подряд. В споре юниору, пожалуй, самым драматичным оказался финал в категории до 74 килограмм. В роли фаворита на ковер вышел Александр Чашкин. Он в синим трико. Однако его визави представитель Комсомольского района Станислав Григорьев не собирался сдавать на милость прошлогоднего победителя. Так что битва получилась весьма эмоциональной и богатой на приемы. О чем говорит счет встречи 16 дней. Хотя в итоге все же Александру удалось сохранить статус-про. Второй год здесь первое место занимали. Вот. В этом году тоже как бы важно было первое место за выводят. Очень отлично. Всего же награды были разыграны в 19 весовых категориях у юниоров и юниоров. Традиционную страничку игровых видов сворта мы сегодня открываем хоккеем-шайбой. В розыгрыше Пенисова ВХЛ завершается регулярный сезон. Командам осталось сыграть 4 тура. Столичная дружина Чебоксары на завершающей стадии уверенно расположилась на 4-й позиции табеля о рангах. Судя по ситуации в таблице, оставшиеся 8 матчей вряд ли внесут заметные изменения в положении команд-лидеров. Так что по всей видимости в нынешнем сезоне в играх на вылет мы начнем битву с челнами. Ну а пока любители хоккей-шайбы ждет домашний тур, престижный. 10 и 11 февраля мы принимаем лидеров в Саранскую Мордовию. В этом сезоне счет личных встреч в рамках регулярки, рамный 2-2. А вот куда понесут команды игровые качели, мы попросим рассказать гостя нашей программы, главного тренера муниципалов Сергея Нуржанова. Здравствуйте, Сергей Зинович. В этом году команда радует своей стабильностью. За счет чего? Ну, во-первых, команда строится не за один год, а 2-3 года как минимум нужно. В том году мы посмотрели, кто на что способен, сделали выводы. Ну, в кулуарах любители хоккея говорят, что вот лига стала несколько слабее, чем в прошлом году. Это так? Да нет, лига наоборот в этом году выросла, намного сильнее стали команды все. И, как показывает практика, все могут обыграть любого. Что юниор-спутник Тамбов обыгрывает, что Ростов мы обыгрываем. Поэтому тут все тренера даже сходятся во мнении в том, что лига подравнялась более-менее, все команды равные стали. Не могу не задать вопрос по поводу присутствия в составе команды Чебоксары воспитанников Чувашской школы хоккея. Сегодня только два игрока, это Сергей Иванов и Вячеслав Шмаков. А вообще, вы просматриваете тех, кого готовит наша спортивная школа? Ну, следующая ступенька после команды Чебоксары идет ЮХЛ, соколовская команда. Мы в тесном сотрудничестве с тренерами разговариваем. Ну, а там всего один местный, поэтому мы заберем его, конечно. Очень мало местных, они разъезжаются раньше времени. А сейчас на четвертой позиции, и, скорее всего, ближайший, ну, первый матч плей-офф, четвертое-пятое место, это мы играем с Челнами. Соперник не очень такой комфортный для нас, или же еще, как говорится, весы могут качнуться в какую-то сторону? Мы будем стараться сохранить это четвертое место, во всех играх выкладываться по полной, играть только на победу. С ребятами был разговор вчера, позавчера мы общаемся каждый день, и в психологическом плане настраиваем ребят. И сейчас эти восемь игр тоже определяющие, для нас уже плей-офф, в принципе, идет. Как бы и состав команды более-менее уже сбалансированный. Предстоящий матч против саранских лисов, это, в общем-то, такое, генеральная репетиция игр, плей-офф можно считать? Ну да, мы сейчас настраиваемся на две игры подряд, потому что плей-офф играется, как правило, две игры дома, две игры на выезде, если того требуют. Что показалось с Ростовом, ребята настроились на две игры с Тамбовым, настроились на две игры, но не хватило. Во второй игре 2-2, и такие, как бы, голы нелогичные были забиты. Ну давайте от Переса в ВХЛ мы перейдем к более глобальному. Стартуют зимние Олимпийские игры в Корее, и, в общем-то, объединенная команда атлетов из России будет принимать участие в хоккейном турнире. Ваш прогноз на выступление все-таки российской команды? Мой прогноз, они стали чемпионами Олимпийских игр, а так будем переживать, поддерживать, потому что тут у всех шансы равные, все настраиваются страны. Там сборная России-то лучшие, это сливки, и исполнители, там, конечно, мастера такого уровня. Мне остается лишь пожелать удачи вам в предстоящем туре против ХК Мордовии. Будем надеяться, что мы выиграем две игры. Спасибо. Появление столицы Республики игровых дружин заметно активизировало спортивную жизнь Чебоксар. Причем на последних матчах чебоксарских ястребов организаторы предлагают болельщикам и самим попробовать себя в искусстве управления оранжевым мячом. С начала календарного года на домашних играх ястребов болельщикам предлагается проявить свое мастерство забить мяч с середины площадки. Причем, дабы поднять интерес, установили денежный бонус. Желающих недостатка нет. Самые активные пробовали свои силы уже по несколько раз. Мы поинтересовались, только ли финансовый интерес зовет на площадку. Пример сына, конечно, хотим подать пример сыну. И интерес к баскетболу у меня с самого детства, со второго класса, грубо говоря, я 6-7 лет занимался в юности. Просто от этой игры получаю огромное удовольствие. Помимо Юрия, свои силы в исполнении мэтт-шота попробовали около 30 любителей баскетбола. Пока взять главный приз никому не удается. Насколько сложно забросить мяч с отметки в 14 метров, мои коллеги решили проверить на себе. Мы получили добро от тренерского штаба Ястребов и в назначенное время прибыли к месту сбора. Три у новичков в составе режиссера хоккейных трансляций Натальи Башкировой, корреспондентов Валентина Алексеева и Ирины Ромадовой, прежде чем выйти на игровую площадку, тщательно подготовились к занятиям. У баскетболиста, пусть даже любителя, все должно быть прекрасно. И лицо, и тренировочная обувь. Главный тренер муниципала в качестве инструктора прикрепил к тройке самых смелых легкого нападающего Вадима Балякина. Это один из самых результативных игроков стражей. В последней игре против Динамовцев Магнитогорска 24 номер набрал 21 очко. Вадим показал основу техники броска. Кстати, технические параметры игрового мяча таковы. Диаметр около 55 сантиметров, вес колеблется в пределах 650 грамм. К слову, чтобы поставить его в корзину с 14 метров, необходима не только твердая рука и меткий глаз, но и сила броска. Так что гатырковские дамы начали со штрафных. Но и здесь оказалось не все так просто. Последний раз мяч в руках я держала еще в школе, это было достаточно давно. Но и попасть в середину площадки, это шедевр, я вам должна сказать, товарищей. Ребята вообще молодцы, что они играют, что они попадают, что они выигрывают. И что они на самом деле очень хорошие профессионалы. И это здорово, что у нас есть такая команда. Баскетбол был в школе, но даже там учитель физкультурный надо мной все время смеялся, говорил, Ирина, я не понимаю, как так, ты вот все делаешь правильно, но в корзину мяч все равно не попадает. В общем, баскетбол явно не мое. Куслав, осталось отработать несколько элементов. Я думаю, ребята мне помогут в этом, и я тебя 100% заменю на атмосферу про баскетбола. 15-минутная тренировка принесла результат. С линии штрафного мяч сумела забить режиссер монтажа Наталья Башкирова. Моя же попытка попасть в корзину с середины площадки завершилась безрезультатно. А вот мастер-класс бросков 14 метров нам дал защитник стражи Иван Ирючкин. Результативной оказалась четвертая попытка. Так что дерзайте. К слову, в эти минуты на площадке Чебоксара-арены ястребы сражаются с коллегами из столицы Башкирии. Так что если вы поспешите, то успеете к большому перерыву и очередному турниру по Мэтшоту. На кону уже 8 тысяч рублей. Этой информацией мы завершаем выпуск нашей программы. Традиционная спортивная афиша познакомит вас с мероприятиями. Выходные дни они будут очень активными. Я же с вами прощаюсь до следующей недели. Всего вам доброго и занимайтесь спортом. В специализированном зале столичной школы Олимпийского резерва по настольному теннису и стрельбе из лука продолжаются всероссийские соревнования по настольному теннису ТОП-16. В Новочебоксарском манеже третья школа Олимпийского резерва завершает выяснение отношений представителей Хэквондо России. 9 и 10 февраля в специализированных залах столицы Чуваши по спортивной гимнастике мужчины и женщины разыграют награды чемпионата и перенства республики. 9 февраля Чебоксарая арена в рамках чемпионата России по бутскитболу пройдет повторный матч между командами Чебоксарские ястребы и Уфимец. 10 и 11 февраля в Чебоксарах и Новочебоксарске пройдут мероприятия в рамках Всероссийского дня зимних видов спорта. 10 и 11 февраля Чебоксарая арена перенства высшей хоккейной лиги. Команда Чебоксары принимает коллег из столицы Мордовии. 10 и 11 февраля в первой спортивной школе города Чебоксары пройдет чемпионат перенства республики по Ушу. Редактор субтитров А.Семкин